добрый вечер пока что нас немного еще кто-то присоединится в процессе мы сегодня начинаем раньше из-за того что израиль начинается вскоре день памяти напавших солдат израиля сегодня мы продолжим тему которой занимались в прошлый раз кое что возможно повторится из занятия которое мы уже когда-то проводили в связи с шивот с праздником шивот я объясню далее почему мы говорили о проблематике смешанных браков в начале эпохи второго храма и представили одну из воюющих сторон а эта сторона представлена в книгах эзры на хэми где заявлено очень четко очень четкая партикуляристская позиция требующего полного и абсолютного отделения вернувшихся в иудею изгнанников от окружай от окружающего населения мы это в прошлый раз достаточно подробно обсудили и сегодня мы посмотрим на вторую сторону услышим голос противостоящий голосу тех которые ратовали за такую абсолютную отделенность народа израиля и в связи с этим требовали чтобы не заключались смешанные браки а где в самом деле в танахе представлена эта вторая сторона и как мы увидим вторая сторона на самом деле представлена в маленькой книге которую мы действительно читаем в праздник шивот по разным причинам книга это книга рут или как она по-русски озвучивается руфь это совершенно уникальное маленькое произведение в центре которого главной героиней которого является женщина инородка более того женщина маовитянка что само по себе не стандартная вещь мы в прошлый раз достаточно подробно обсуждали желание кругов близких к эзре и нехемии отделиться от маовитян и аманитян обсуждали в этой связи закон книги дворим привет нахама вот и книга рут в каком-то смысле представляет собой контру антитезу этому подходу прежде всего сама по себе книга казалось бы никак не корреспондирует с книгами эзры нехемии потому что книги эзры нехемии описывает вполне реальную историческую ситуацию и начало эпохи второго храма по крайней мере первой ее части персидская эпоха никакого камуфляжа там нет какое казалось бы может иметь отношение к этому сюжету книга рут которая рассказывает о том что произошло в эпоху судей в египе миш фото шофтин она как бы примыкает по своему сюжету книги судей книги шофтин не зря она помещена в септуагенте в греческом изводе сразу же после этой книги книги судей а с другой стороны мудрецы талмуда пытаясь нащупать авторов библейских книг утверждали что и книга судей и книга рут и книга шмуэля созданы одним человеком и этим человеком является пророк шмуэль авторство устанавливалось по принципу кто кто наиболее выдающаяся фигура эпохи но здесь есть с самого начала некоторая сложность на которую может быть стоит обратить внимание а именно то что на советском изводе танаха книга рут располагается вовсе не рядом с книгой судей и даже вообще не в корпусе не в корпусе который называют пророческим не в корпусе ранних пророков она находится в писании мы не занимаемся сейчас специально вопросом о том как именно канонизировались библейские книги мы еще когда-нибудь об этом поговорим но судя по всему трехчастное деление танаха на тору пророков и писания отражает процесс канонизации этих книг процесс канонизации торы начался по всей видимости уже в конце эпохи первого храма и продолжился в персидскую эпоху мы знаем что к концу третьего века до новой эры пророческие книги явно были канонизированы поскольку их упоминает в своем произведении Шимон бен Сира что касается писаний то их канонизация продлилась гораздо дольше и судя по всему закончилась лишь после разрушения второго храма и легко заметить что корпус писаний отличается от остальных тем что он включает в себя очень разнообразные произведения не связанные друг с другом ни жанрово ни содержательно очень часто а там есть книга псалмов книга притчи поэзия книги мудрости такие книги как книга плача и х и х книги очень разнообразные у них нету такого вот жанрово содержательного жанрово содержательного скрепа и это создает ощущение что туда были включены оставшиеся книги те которые по тем или иным причинам которые мы сейчас затратить не будем были признаны священными но они как бы ход им в предыдущие корпусы уже был закрыт и поэтому все как бы слилось вот этот блок книги блок писания и действительно в некоторых текстах эпохи второго храма говорится о торе пророках и других или остальных книгах все это я говорю к тому что если книга руд попала в эту компанию то логично предположить что это произведение достаточно позднее которое уже не могло быть включено в пророческий корпус потому что пророческий корпус на данный момент был уже закрыт и хотя она заявляет о своей тематической связи с эпохой судей она как бы на самом деле с точки зрения времени своего написания и авторства примыкает к совершенно другой эпохе вообще мы всегда должны как бы понимать что время которое время нарратива и время создания произведения не обязательно должны совпадать в конце концов кто-то может кто-то живший в определенную эпоху может писать о том что случилось в глубокой древности как он ее понимает но если это так то вполне логично предположить что за тем что он пишет так или иначе скрываются актуалии те те проблемы которые волнуют автора на данный момент теперь к этому аргументу касательно позднего характера книги Рут следует добавить еще один очень существенным аргумент который собственно говоря и является более точным инструментом датировки этим инструментом является язык несмотря на то что может быть многим из нас кажется что библейский иврит это нечто некое единое целое отличающие его от других слоев языка при ближайшем рассмотрении внимательном рассмотрении выясняется что это далеко не так и что сам библейский иврит претерпевал с течением времени изменения тем более что как бы история библейского иврита простирается на многие сотни лет понятно что за такой период времени язык меняется теперь если бы мы нашли в книге рут только один какой-то признак поздней эпохи то мы могли бы например счастье это какой-нибудь поздний глоссы но поскольку в книге рут есть целый набор целый набор как поздних лексем так и поздних морфологических форм и синтаксических конструкций это говорит о действительно ее судя по всему позднем происхождении поскольку я уверен в том что все кто нас слушают в одинаковой степени владеют ивритом чтобы оценить это я не буду слишком долго останавливаться на этой важной проблеме просто еще раз скажу что количество вот таких вот поздних признаков позднего библейского иврита герут таково что не остается сомнения касательно времени написания этой книги это как раз время начала эпохи второго храма или персидская эпоха и соответственно после этих двух факторов фактора присоединения книги рут корпусу писаний и присоединения и вот этих этого массы языковых признаков относящих книгу позднему библейскому периоду как бы решает достаточно ясной форме эту этот вопрос и поэтому по всей видимости если мы хотим искать какие-то скрытые смыслы и некое послание книги рут видимо мы должны искать его в этой эпохе я добавлю ко всему что я сказал до сих пор еще один момент который тоже косвенным образом свидетельствует о позднем времени создания книги рут книга рут постоянно отсылает к разного рода более ранним библейским текстом иногда вплоть почти до прямого цитирования иногда какие-то аллюзии иногда просто сюжетные ходы вот то есть очевидно что автор книги рут создает свое произведение тогда когда большая часть библейских текстов в той или иной форме ему доступна некоторые из этих литературных аллюзий мы сегодня рассмотрим упомянем и так буквально в нескольких словах вкратце сюжет книги рут я думаю что я более чем убежден что нет некоторые из слушателей его знают но для тех кто нет буквально несколько слов есть семья живущая в бейтлехеме которая оставляет город из-за голода и отправляется в страну муав там двое сыновей женятся на местных девушках одну из которых зовут рут другую зовут турпа и отец семейства и двое его сыновей мужья этих девушек этих женщин умирают находясь там в муаве и тогда скорбные вдовы решают точнее мать семейства в первую очередь решает вернуться на родину после постигшего их на чужбе несчастье одна из невесток остается вняв убеждению своей свекрови что нечего им делать земле иудейской вторая же торжественно клянется ей верности и отправляется вместе с ней бейтлехом иудейским они приходят туда нищие и вынуждены заниматься тем чтобы для того чтобы хоть как-то найти пропитание они вынуждены фактически протянуть руку для подаяния невестка идет в поля с тем чтобы собирать колоски за жнецами другого способа получить хлеб у них нет и так получается понятно что это не случайность что она попадает на поле к родственнику семьи по имени Боас и там собирает колоски Боас ее замечает выспрашивает о ней узнав о том что она сделала обращается к ней хвалит ее за ее преданность семье и говорит ей чтобы она не собирала ни на каких других полях а только на поле у него у Боас и чтобы ее никто не обижал она возвращается и рассказывает обо всем своей свекрови после чего свекровь посылает ее проходит некоторое время она посылает ее на гумно где Боас провеивает зерно делает она посылает ее туда ночью и Рут придя туда ложится в изножье в Боас который поел и попил и улегся спать обнаружив рядом с собой женщину он пугается но Рут обращается к нему и говорит ему я прошу тебя возьми меня в жены ибо ты близкий родственник Боас снова хвалит ее и говорит что это милость которую ты совершила сейчас еще больше предыдущей ты не повлеклась за молодыми людьми а вот пошла из чувства долга ко мне но при этом он объясняет что есть еще более близкий родственник к которому сначала надо обратиться действительно Боас отправив Рут домой с дарами сам находит этого более близкого родственника у которого нет никакого имени он называется Плунианмуни имя рек и предлагает ему взять Рут жены говоря при этом что Нооми продает свою землю сначала этот близкий родственник вполне как бы готов пойти на предложение но когда он узнает что вместе с покупкой земли он должен взять в жены Рут моавитянку он отказывается это сделать после чего в жены Рут торжественно берет Боас у них рождается ребенок по имени Вед все вокруг поют им хвалу и Рут в частности и говорят что у Наоми родился сын это как бы такая фигура речи Наоми которая потеряла мужа и сыновей теперь снова обретает в своем внуке сыну и заканчивается эта книга краткой хронологической краткой краткой генеалогической справкой из которой явствует что правнуком Рут был никто иной как царь Давид вот такова таково содержание этой книги книга это несмотря на то что она маленькая она очень очень емкая и содержит в себе на самом деле при всей своей как бы краткости и содержании стиля очень такое глубокое содержание и мы не сможем сегодня коснуться всего но как бы мы занимаемся сейчас книгой Рут в рамках нашего обсуждения проблематики смешанных браков в эпохе второго храма в эпохе второго храма значит бросается в глаза что главная героиня которая является моавитянкой выходит замуж за человека из колена иуды то есть как бы сказать предка тех кто возвращался из вавилона персидского плена и это не только не вызывает осуждения но наоборот всяческую всяческие похвалы сама Рут называется термином эшетхайль с явным намеком на окрастих в книге Мишлей эшетхайль миемца жену не очень легко перевести этот термин на русский язык хайль но в общем это обозначает и славу и мужество ну можно сказать так идеальную жену кто найдет и вот Рут фактически претендует здесь на то чтобы быть такой идеальной женой мало этого в начале повествования когда сначала но ми отговаривает Рут идти с ней вместе в иудею аргументирует это тем что в общем ждать ей там особо нечего и даже если она как бы говорит даже если бы я сегодня родила ребенка что ж ты будешь ждать пока он вырастет чтобы выйти за него замуж и мы видим что жнецы на поле Боза до появления Боза относится к Рут не не очень-то симпатией вот называют ее авитянкой она сама понимает что она инородка говорит о себе но в тексте звучит постоянно такого как бы нарастающая крещенда словословие этой женщины из Муава которая идет на любые жертвы с тем чтобы с одной стороны исполнить долг перед своей семьей а с другой стороны с другой стороны прилепиться к Богу и народу Израиля она и собственно и говорит но когда отговаривает ее от по походу в иудею а мы твой народ мой народ твой бог мой бог при этом здесь я как бы уже отмечаю так сказать некоторый возможно мидрашистский характер текста книгиру автор по ряду причин праву производит мистер такую хитрую операцию с законами торы есть два закона торы которые он сливает в один один закон находится в книге дворим и это закон о так называемом левератном браке то что на иврите называется словом ибун согласно которому если человек мужчина умирает бездетным и у него остается брат то этот брат должен взять в жены вдову умершего с тем чтобы сын родившийся от этого брака был бы наречен по имени умершего в том смысле что он как бы считался бы его сыном и тогда бы как бы память об умершем не исчезла бы осталось это один закон он находится в книге дворим а другой закон который находится в книге воикра касается выкупа проданных семейных наделов то что на иврите называется словом геуля и суть этого закона сводится к тому что если кто-то в семье в клане обнищал и вынужден был продать свой надел то семья должна мобилизоваться и кто-то какой-то представитель семьи должен выкупить этот надел чтобы он не ушел из семьи а остался и этот тот кто выкупает он называется термином Гоэль Гоэль это два разных закона не имеющих друг к другу в общем прямого отношения но автор книги рут то ли исходя из нарративных соображений то ли из каких-то других не до конца нам понятных соединяет эти два закона и говорит что как бы это единая связка выкуп земли которую вынуждена продавать ноами и то что рут должна выйти замуж за боза при этом как бы полностью закон о ливератном браке здесь не соблюдается потому что по закону о ливератном браке именно младший именно брат умершего должен взять в жены его вдову и до известного периода времени это действительно это практика имела место в то время как боз не является братом умершего мужа рут он родственник и называется кстати в самой книге рут не словом я вам а словом гоэль как раз вот от геула то есть автор книги рут как бы несколько эквилибрирует здесь закон законами тор и как бы превращает их в нечто одно теперь уж коли мы заговорили о том что книга рут обращается к текстам торы можно упомянуть и другие аллюзии в этой связи например сам по себе мотив голода из-за которого семья уходит из земли иудейской на чужбину очевидно почерпнут из торы да есть несколько историй о таких о таком вот голоде который происходил во времена Авраама Ицхака Якова а вот спускались в Египет уходили в Филистию это как бы то что совершенно бросается в глаза когда мы читаем книгу рут кроме того можно обнаружить связь книги рут с например с рассказом о сватовстве ривки и Ицхака 24 главе книги Берешит которая кстати говоря является образчиком противостояния идеи смешанных браков а ведь мы это упоминали в прошлый раз Авраам посылает своего раба в Арам на Араим в Месопадамию к своей семье только чтобы предотвратить возможный брак Ицхака с местной женщиной с канонейнкой и когда 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 раб Авраама находит ривку там появляется термин хэсэн эдаке аситах хэсэд имадони или Акрена лифанай хэсэд имадони Авраамом говорит сделай милость господином моим Авраамом и в самом деле нечто подобное эти же обороты мы находим в книге Рут там тоже постоянно звучит слово хэсэд которое Рут делает Рут и народка делает по отношению к семье Номи а кроме того любопытное такое вот совпадение раб Авраама говорит найдя ривку следующие слова воемер барух хадуна илухэя дуни Авраама шерлуазав хаздовы амитом и имадонни и сказал благословен господь бог господина моего Авраама который не оставил своей милостью и истинной господина моего а в книге Рут ноами говорит Рут когда узнает что она встретилась с Бозом барух гуля адунай ашерлуазав хаздой ахаим в этом и тим благословен он у господа который то ли господь то ли Боз не оставил ну судя по контексту все таки господь который не оставил своей милостью живых и мертвых хотя это может быть и Боз Боз который понимает свою обязанность по отношению к умершему родственнику иными словами как бы мы видим вот эти переклички но переклички которые тем не менее как бы по крайней мере в отношении истории со сватовством Ривки поворачиваются на сто восемьдесят градусов там цель предотвратить смешанный брак здесь целью является его продвинуть еще хотел бы обратить ваше внимание на одну на две даже параллели которые в общем для нас играют немаловажную роль руд моавитянка она отправляется на гумно к Боазу ночью понятно что вся эта ситуация как бы намекает на возможно на на возможную эротическую сцену однако эротическую сцену не происходит вместо него вместо нее все сохраняется полная целомудренность Руд просит чтобы Боаз взял ее в жены почему это я сейчас снова упоминаю потому что у нас есть история о лоте и его дочерях где дочери лота хотят думая что не осталось больше после уничтожения содома мужчин на земле каким-то образом продолжить род родить детей и поэтому они приходят ночью по очереди к пьяному отцу и зачинают от него детей намек на то что Боаз был в состоянии несколько веселым дается в книги Руд он хорошо выпил там говорится но при этом повторяю как бы сохраняется полная целомудренность сам Боаз ведет себя крайне корректно по отношению к Руд то есть Руд Моавитянка являясь потомком вот этих самых дочерей лота старшая его дочь родила сына которого собственно зовут Моав ведет себя противоположным образом преследуя ту же самую цель продолжение рода теперь это опять же почему так важно потому что история о рождении Моава и Омона не ибрешит это конечно история издевательская да как бы Тора хочет сказать здесь что эти два народа обязаны своим происхождением позорному инцесту это возможно одна из причин почему книга Дворим объявляет что Моавитянин и Моавитянин не могут войти в общество Господне хотя прямая причина которая там заявлена это их поведение по отношению к Израилю во время выхода из Египта тем не менее как бы некоторая скрытая возможная причина это презрение Моавы и Омона и вот их потомок Руд ведет себя с одной стороны противоположным образом и с другой стороны приветствуется ее вхождение в народ Израиль и еще одна еще одна деталь еще один сюжет который уже связывает Руд напрямую с как раз с происхождением Боаза согласно книге Руд Боаз согласно книге Руд потомок Перец Перец сын Иуды патриарха сына Якова и родился он Перец опять же благодаря довольно позорной запрещенной в сущности связи между Иудой и его невесткой тридцать восьмой главе книги Перешит рассказывается о том что сыновья Иуды от женщин хананиньки умирали один за другим выйдя женясь на некой женщине которую зовут Тамар и третьего своего сына Иуда ей не отдает боясь по всей видимости что и он умрет и когда приходит срок он вырастает и Тамар видит что Иуда не собирается отдавать ему ей сына она идет на хитрость переодевается блудницей садится у дороги поджидает Иуду он видит ее и она вызывает в нем страсть в результате чего она беременеет близнецами Перец и Зерах история известная ее хотят ввечь она имея вещи которые Иуда оставил залог предлагает представить Иуде и Иуда устыдившись говорит она правее меня и таким образом рождаются рождаются Перец и Зерах теперь важно здесь отметить что и в этом смысле как бы ситуация руд когда она встречается с бозом в чем-то повторяет отталкивается от ситуации и там тоже значит некая встреча родственников но в случае Иуда и там запрещенная в случае боза и руд желаемая цель у женщин опять же одна и та же потомство причем в случае тамар это именно левератный брат получить младшего брата умершего мужа а с другой стороны в случае руд все это происходит абсолютно приемлемым законным целомудренным способом в отличие от тамар то есть очевидно что наш автор скрыто не называя вещи своими именами хотя в конце книги тамар таки упоминается это своего рода намек противопоставляет свою героиню героиня и как бы утверждает ее достоинство ее преимущество мало этого это последняя параллель которую я упомяну перед тем как двинуться дальше это то то автор книги руд судя по всему пользуется еще и поэтическим текстом из книги Ихискеля Ихискель пророк Ихискель живший в вавилонском плену был одним из тех пророков который уподобил отношения между богом и народом Израиля отношениями между женихом и невестой мужем и женой и вот там в книге Ихискеля в 16 главе говорится о том что сначала бог как бы обнаружил ее народ Израиля как брошенного своими родителями младенца возрастил ее и она стала красавицей и в результате он увидел что время ее время любви и простер над ней свои крыла вошел с ней в завет поклялся ей верности омыл ее водой умастил ее маслом одел красивые одежды дал ей украшения так вот не забудем две вещи во-первых боз принадлежит более старшему поколению чем руд он сам это говорит то есть как бы по возрасту он в каком-то смысле годится на то чтобы быть ей отцом а не женихом а с другой стороны когда руд идет на это самое гумно к бозу но ми говорит ей что перед этим ты должна омыться умаститься и надеть нарядную одежду то есть ровно те действия которые описаны в эхискелях что это значит это значит что руд в каком-то смысле уподобляется здесь народу израиля одновременно кстати говоря она уподобляется и абраму потому что да босс славит ее верно семье он говорит что ты пошла к народу которого ты оставила свой дом свою родню и пошла к народу которого ты не знала до сих пор что крайне эта формулировка естественно крайне напоминает то что бог говорит абраму знаменитой главе лех лиха лех лиха мяр цехаум мяр цехаум дай камиха выйди из своей земли от своей родни в ту землю которую которую я тебе укажу да и вот ровно то же самое делает и рут да то есть очевидно что автор разными способами пытается как бы возвести ее на такой совершенно необычайный пьедестал героиня которая заслуживает всяких похвал при этом она казалось бы по происхождению мавитян как это одно с другим сочетается значит это проблема я сейчас с вашего разрешения открою открою файл проблема того как это сочетается волновало мудрецов мудрецов а для которых книга рут была книгой канонической с одной стороны а с другой стороны есть закон книги дворим и хотя мишна прямо не называет причину такого странного хода который она предлагает но судя по всему как явствует из дальнейшем из талмуда из гемары причина лежит именно в этом противостоянии между торой и книгой рут а что говорит мишна мишна говорит амони умуави асурим ваисураны сурулама вальниквотыген мутарот мияд амонитянина мавитянин не имеют права входить в общество господне и это вечный запрет а их женщины разрешены конечно с точки зрения мудрецов талмуда об этом мы поговорим чуть ниже этому должен предшествовать процесс гиюра перехода в иудаизм вот после этого после того что эти женщины проходят гиюр то тогда они с точки зрения мудрецов могут выйти замуж за еврея то что не может сделать амонитянин и амонитянин даже если теоретически с точки зрения мишна он делает гиюр это ему ничем не может помочь потому что запрет на брак с женщиной из еврейского народа вечен и ничем не может быть отменен теперь повторяю мишна не объясняет сама по себе почему именно вот для женщин омона и муава такой такое исключение из правил тут же добавляют при этом что в отношении например эгиптян и адаминтян нет такой вот разницы и мужчины и женщины в течение трех первых поколений не могут заключать брачные связи с евреями даже по прохождению гиюр однако талмуд как я уже говорил как бы пытается занимаясь такой своего рода псевдоисторической реконструкцией связывает эти вещи а именно следующим образом он задает вот ровно именно такой вопрос откуда это откуда такое такое разделение на что делается ответ в форме агады что когда шаун увидел давида выходящего после победы над филистимлянином гольятом он задал вопрос своему военачальнику авнеру кто этот юноша и это выглядит крайне странно ведь перед этим рассказывалось о том что шауль был знаком с давидом как же так он вдруг не узнал я сейчас как бы и времени у нас на это нет и я не хочу сейчас вдаваться в разные объяснения которые даются этому феномену и традиционные и критические но то как это объясняет талмуд нас интересует талмуд говорит так на самом деле шауль волновала никто кто этот юноша а то откуда из какой семьи он происходит если он происходит из семьи тогда дела плохи он будет царем а если он происходит из семьи зераха он будет просто важным человеком ничего страшного и тогда приближенный шауль человек по имени говорит не волнуйся царь ты проверяешь может ли он стать царем а я тебе говорю я проверил его родословную он вообще даже не может войти в общество господня потому что он происходит от моавитянки руд и тогда отвечает авнер военачальник шауля да они как бы ведут вполне такой галактический разговор да галактический дискурс у них у царя с военачальниками с приближенными они как будто бы находятся в стенах ешивы и вот ведут такой разговор он звучит амуни это запрет он касается только мужчин а не женщин и дальше приводится еще одна маленькая легенда легенда сказал рава вот написано в псалмах рава это очень известный мудрец талмуда в вавилоне амора написано в псалме ты развязал мои веревки мои узы обращение давида к богу и сказал давид так у меня было были две узы которые меня волновали которые я не знал что с ними сделать руд моавитянка и наама амонитянка это согласно танаху невестка давида одна из жен царя шлумо от которой как мы уже в прошлый раз говорили родился будущий наследник крестола рахавам да и судя по всему рассказчиков и гимнахим это не слишком волнует но это волнует давида в нашем медраше а то есть понятно исходя из этого текста что талмуд понимает вот это послабление данное послабление данное женщинам муава и амона из-за двух женских персонажей героинь которые упоминаются в танахе руд моавитянкой наама амонитянка и значит как бы это задним числом оправдывает их присутствие в народе израиля теперь надо здесь отметить что в случае наамы в книге действительно не до конца ясно в какой мере это это вообще является проблемой для рассказчика это заявлено как достаточно нейтральная деталь вот матерью рахавама была наама амонитянка возможно впрочем что из-за предстрастного отношения к шлумо и того что он брал женщины на родок может быть здесь и заключен какой-то намек что все проблемы которые были у рахавама в результате его времена развалилось царство что возможно это как-то связано с его происхождением но прямо это никак не оговаривается а вот что касается руд то очевидно что автор книги руд изо всех сил пытается что называется преодолеть барьер разбить этот стеклянный потолок и утвердить право такой вот женщины на присоединение к народу израиль возникает вопрос почему и ответ ответ который как бы я предлагаю вам учитывая время создания книги руд как раз и лежит в этой плоскости автор книги руд по своим воззрениям как раз является полной противоположностью тем кругам которые как бы были связаны с эзерой и нехемией кругам которые требовали абсолютного отделения автор книги руд как будто бы говорит все зависит от того что это за женщина и народка если это женщина и народка которая всей душой всем сердцем своим хочет быть частью народа израиля приносит жертву этому все возможные удобства которые она могла иметь находясь на родине в муаве а медраж еще больше как бы гиперализирует утверждая что она была царской дочерью если она это все делает и если она как бы в результате становится прабабкой никого-нибудь царя давида то есть это же можно перевернуть все и сказать что вот благодаря ей если бы ее не было то может быть не появился бы царь давид а благодаря этому браку между бозами руд появился царь давид откуда автор книги руд взял вообще идею о том что давид по женской линии происходит от женщины муавитянки трудно сказать была ли была ли в его расположении и распоряжении хоть какая-то традиция на этот счет мы не знаем в книге шмуэля единственная зацепка этого может являться только то что давид оставил на какое-то время убегая от шауля в муаве своих родных и больше ничего никаких других связей с муавом у давида не было кроме отрицательных рассказывается о том как давид поражал муавитян и не жалея их нисколько вот а вот автор книги руд может быть основываясь на этом мимолетном эпизоде прохода давида через муав как возможно и намек на то что там были у него какие-то родственные связи а возможно основываясь на каких-то дошедших до него традициях или даже на своем воображении создает вот такой такую идеальную героиню кто был кем был этот автор мы не знаем мы не знаем мы только понимаем что согласно книгам эзрен и химии видимо вот такой более универсалистский и прощающий смешанные братьи взгляд был например в священнической среде они обвиняют в том числе семью первосвященника в браках правда не с муавитянами но там скажем вот жителями северной провинции самарии мы видим что некоторые из пророков эпохи возвращения из маилона персидского плена тоже исповедовали такую довольно явную универсалистскую позицию напомню говорит о том что пусть не говорит инородец что он отвергнут от бога израиля если ты если он будет служить богу израиля всей душой и с любовью то он приглашается в храм ки бейти бейт филай карели холя амимим мой дом назовется домом молитвы для всех народов пророк захария тоже говорит вещи подобные а то есть как бы вот такой более универсалистский взгляд иногда в связи с проблематикой смешанных браков иногда и более широкий в эпоху второго храма существовал значит я вообще собирался рассказать еще кое-что о том о двух вещах которые мы видимо уже отложим на следующий раз о возникновении института гиюра и о том когда в конечном счете возобладал в иудаизме матримониально возобладал в иудаизме принцип и еврейство по матери значит это это будет как бы такой заключительный аккорд нашего обсуждения проблематики смешанных браков в эпоху второго храма мы этим откроем видимо наше следующее занятие и продолжим говорить о нехемии ну а сейчас пришло время ответить на вопросы если таковые имеются пожалуйста можно задавать вопросы можно включить микрофон и задать вопросы если таковые есть эмилина хамма марк у нас сегодня немножко ограниченное во времени пожалуйста кто хочет задать вопрос да правильно вот это все направленно задать да вот такой вопрос да вот и фатах да которого приглашают значит занять значит место командующего его отвергли за того что он был сильном канонянке вот то есть нет ли вообще вот кроме всего прочего значит то что вы сказали это конечно очень интересно вот что как бы тут и в Торе все время ведется как бы селекция да это еврейского народа каждый раз происходит какой-то вот такие случаи очищения да то есть сначала в рамках от Исмаэля потом якобы от Несава что в общем-то как бы необходимость какой-то вот чужой крови как бы да условно говоря вот она значит в общем-то как бы обновляет народ Израиля что она может придать ему какие-то новые качества и привести к спасению есть ли такое или нет смотрите ну во-первых касательно Ифтаха касательно Ифтаха не говорится что он был сыном Хананеемке говорится несколько туманно что он был сыном блудницы а несколькими стихами далее что он был сыном другой женщины да то есть там ситуация вражды между братьями кто была его мать Ифтаха не ясно только ясно что она была не матерью остальных его старших сыновей вот что касается селекции того что вы говорите да конечно она производится как бы но действительно это видно по книге Береши постепенно сужается круг вот и как бы с этой точки зрения там скажем Эзра и Нехемия продолжают ту же линию но одновременно с этой как бы с сужающейся селекции есть и параллельно другой вектор да он значит направлен на расширение влияния Израиля это может быть в целом да есть целый ряд рассказов которые значит так или иначе поднимают на щит то что какой-то инородец прославляет бога Израиля и признает его истинность будь то будь то Итро Рахав арамейский военачальник Нааман или Эмлахим то есть есть как бы некоторое ну я бы не назвал это миссионерством но по крайней мере некоторое желание раскрыть ворота а в эпоху второго храма когда евреи действительно вступили в контакт очень тесный находясь в изгнании с другими народами это стало действительно такой острой темой и когда они вернулись то это тоже было острой темой потому что надо было понять как бы вот эти изгнанники которые вернулись в какой мере они являются частью автохтонного населения вокруг них вот и вот с одной стороны есть жесткая позиция на продолжение селекции независимо от того что исповедуют эти инородцы важно чтобы не смешивалось как говорится в книге святое семя Израиля с с этими другими народами а есть противоположная линия которую мы видели сейчас в книге РУ которая как раз направлена на раскрытие врат вот это что касается вашего вопроса а что касается вопроса который задает Марк то я как бы еще раз говорю мы этот вопрос обсудим в начале в начале следующей встречи когда все-таки еврейство стало передаваться по мати это вопрос заранее говорю спорный на эту тему спорят исследователи но в общем как бы мы постараемся дать какой-то ответ на этот вопрос еще какие-нибудь вопрос можно спросить я бы включу в виде но мне не разрешать почему-то я не понимаю но неважно как мне неловко когда меня нет просто если зашла об этом речь я все время задумывалась об этом почему ури ахити называется он действительно хитит и и как объясняется этот с разных точек времени ну смотри во первых он не единственный такой который значит имеет в качестве примера я понимаю значит тут может быть два может даже и больше вариантов ответа один вариант ответа что он действительно инородец что вот он служит в качестве наемника в армии в армии ядовида но такой инородец который как бы очень натурализовался вариант второй что он потомок инородцев как-то связанных с хитами хиты как известно после разрушения их царства в конце 13 века они значит как бы рассеялись вот те хиты которые упоминаются в Торе как населяющие земли это какие-то вот остатки рассеившиеся значит не исключено что с точки зрения нашего рассказчика урия потомок каких-то вот таких людей да значит но есть и третий возможный вариант что как бы он что это человек совершенно иудейского происхождения но живший какую-то часть своей жизни или может быть родившийся какой-то значит в каком-то месте значит где в том числе находились потомки предполагаемые потомки хитов и по этому имени он и назван вот вот так что тут какого-то однозначного ответа нет поскольку он женат на еврейке как бы можно было да не 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 отмечать сомнительную такую вот ситуацию который непонятно то ли он хитеец то ли нет почему ну некоторые некоторые считают что это сделано совершенно намеренно с тем чтобы показать вот смотрите человек который казалось бы если считать что в самом деле его что-то связывает с хитами значит вот он не совсем иудейского происхождения он предан как богу Израиля так и народу Израиля а его непосредственный господин царь иудей ведет себя таким недопустимым совершенно образом значит он готов жертвовать собой и отказывается от того чтобы спать со своей женой а его царь раскошествует во время войны и ведет себя совершенно недопустимо некоторые считают что вот это обозначение уриахити оно как бы добавляет контрастности да ну да это интересно как раз но в целом как бы это показывает что у автора нету проблем с этим что кто-то входит в землю в общество нет видимо видимо острой проблемы с этим нет у автора этого текста спасибо посмотри пожалуйста есть вопрос либо я тебя зачитаю от марка когда все таки я видел я видел я видел я сказал что мы в начале следующего занятия дадим ответ на это целая тема которую надо все таки более серьезно осветить да я был рад вопросу хам и частично потому что у меня внука назвали урия ну урия совершенно нормальный нет но там есть некоторый треугольник если так можно сказать потому что его мама зовут михаль а его отца зовут йонатан хорошо окей ну хорошо на этой радостной ноте а моя дочка хам кстати все сыновья у нее так или иначе связаны с давидом все они или йонатан он старший сын а остальные там обещай беная и так далее все они из так что это тоже классно хорошо все находимся в одной теме в одной истории так что это закономерно и нормально окей замечательно ну тогда с одной стороны эрофьем дикару с другой стороны всем хак самэх спасибо этого пока никто не отменял поэтому окей спасибо огромное счастливо пока спасибо